Владимир Акинович Аксуковский, доктор технических наук, академик Академии электротехнических наук Жуковского. Инструментальный метод обнаружения и нейтрализации геопатогенных излучений Земли с демонстрацией прибора. Значит, уважаемые товарищи, я достаточно много лет, больше 50, занимаюсь одной проблемой, которая является достаточно острым естествознанием, а именно проблемой восстановления представлений об эфире в мировой среде, физической, заполняющей все мировое пространство, являющейся строительным материалом для всех видов вещества и всех видов полей взаимодействия. По этому поводу в 2003 году была выпущена книга такого уже серьезного издания, значит, энергетического издания, значит, «Общая эфиродинамика». У нее есть популярный аналог, популярный эфиродинамика или капустовый мир, в котором мы живем. Но сегодняшняя тема посвящена вопросу обнаружения и нейтрализации геопатогенных излучений Земли по эфиродинамики. Почему вообще ей надо заниматься? Потому что за всю историю естествознания, а мы считаем историю естествознания от VI века до н.э. эры славного фолеса из города Милета, фолес-милетский философ, который считал естествознание, не естествознание природы единой, но опирающиеся, это единство, на некий айпейрон, среда, заполняющая мировое пространство, а не пейрон определенное, нечто неопределенное. В IV веке до н.э. некто Аристотель сказал, что все это хорошо, природа едина, конечно, но у нее есть, между прочим, субстанции, а именно земля, вода, воздух, огонь, что в нашем переводе означает агрегатное состояние вещества. И на этом поближе родилась философия, и это была первая физическая революция. Затем был некто перерыв, и некто Фон Гогенгейм, процесс в XVI веке, обратил внимание на необходимость заниматься веществом. На этом фоне появилась фармакология, и это была вторая физическая революция. Затем некто Ломоносов сказал, что существуют карпускулы, большие и малые. Большие потом были названы молекулами, и на этой основе пошла развиваться химия. Затем следующий этап был, значит, Дальдер в 1824 году ввел понятие атом, которое во всем мире переведено неправильно, потому что это не означает неделимости, а означает неразрезаемость. Потому что слово том, биологи до сих пор знают, что это рез-отрез. Так вот, атом это тот, который разрезать нельзя, а при неделимости связано ничего. Но все подхватили это дело, все вот так и считается. И на этом деле пошла электротекстика. Первые элементы были все химические. Затем некоторый Резерфорд в 1911 году предложил планетарную модель атома. И это положило начало элементарным частицам вещества, из чего в дальнейшем родились полупроводники, значит, атомная энергия там и так далее. Значит, сейчас этих элементарных частиц наколотили от 200 до 2000, никто не знает сколько. Значит, и самое главное, никто не знает зачем. Вот сейчас запустили коллайдер от большого ума, значит, это самое, для того, чтобы 2000 частиц мало, надо еще одно. Вот получат, будут довольны. Что при этом произойдет, никто не знает. Значит, но так или иначе, каждое направление на каком-то этапе себя исчерпывало, и, значит, вызывало к жизни необходимость проникновения на следующий уровень организации материи. Сейчас положение ровно такое же. И мы находимся накануне шестой физической революции, связанной с тем, что мы от элементарных частиц должны пойти на следующий уровень. Это и будет эфир. Эфир и динамика. Эфир оказался, не придуман, он оказался, значит, газом, весьма тонким, на котором распространяются все параметры газовой механики, все законы газовой механики. Это дало возможность рассчитать его плотность в околоземном пространстве. И, в общем, много чего делается. И вот в результате появился эта книга. Значит, эфир и динамика претендуют на то, что не может быть ни одного физического явления, который не может быть рассмотрен с позиции эфир и динамики, и найден его причины и механизмы. Не может такого явления не существовать, потому что там же там. Поэтому это есть некий общий подход. Когда все это дело стало уже как-то основываться, более-менее, то выяснилось, к большому моему удивлению, что это просто-напросто развивает так называемый диалектический материализм. Понимаете? Только с другого бокса, с инженерным подходом. Теперь, по сути, значит, существует целый ряд явлений, связанных с перемещением эфира. Ну, я бы разделил все это дело на два бокса. Один класс — это тонкая дисперсная структура. Это разнообразные, значит, там, скажем, ауры, химические, там, свечения, фирляр, там и так далее. Но есть крупные дисперсные структуры, связанные с тем, что масса эфира перемещается, ну, типа ветра или вихря. Значит, ну, прежде всего, конечно, эфирный ветер, которым занимался еще и кельцов, который создал совершенно непригодный для этого дела прибор, не получил результата. Об этом сообщил всему себе, что он не получил результата. И в результате позже родилась теория относительности, и все из создания пошло наперекосяк. Значит, вместе с хватом механики, там и совсем остальные. Значит, то есть к прибору надо отыщиться аккуратно. Значит, но существуют еще такие вещи, как геопатогенные зоны, которые есть практически в каждой квартире или в обо многих, во всяком случае, места, на которых не надо ни спать, ни сидеть, ни работать, которые портят здоровье и так далее. Их надо было уничтожить, но до последнего времени. Плохо знали, как обнаруживать и как есть. Их можно обнаруживать рамками, значит, но рамкам никто не верит. Значит, рамки выглядят, все знают как. Вот они выглядят вот таким образом. Значит, с их помощью действительно можно обнаружить эти самые зоны. Они пересекутся над этими зонами вот так. Насильными зонами, если вы будете проходить, как это в Харькове, на правом берегу там речки небольшие есть, они начинают вот так вращаться без всякого вашего усилия. Значит, вращаются и все, потом перестают. Но это неудобный метод, потому что пользоваться им могут только те люди, у которых сильное биополе. Такие существуют, их немало, но и не все подряд. Вот. Поэтому нужен инструментальный метод. Да, теперь на что эти зоны влияют еще? Ну, вообще говоря, вот это излучение, которое идет из земли вот так вверх, оно имеет природу такую. Земля непрерывно поглощает эфир, Часть его усваивается в виде вещества и дальше вылезает в виде рифтовых хребтов, отдельных островов, особенно в юго-западной части Тихого океана. Довольно много, но не вся усваивается. Да, избыточное вещество создает напряжение в породах, поэтому вулканы будут действовать всегда, пока Земля существует. Значит, но и, значит, надо как-то их одно, инструментально. Значит, к этому классу относятся, во-первых, обдук Земли галактическим эфирным ветром и солнечной составляющей. Не солнечный ветром, а солнечная составляющая верного ветра. Все это уже обнаружено, все это рассмотрено и так далее. Затем вот геопатогенные зоны. Их надо разделить, я бы сказал, на два класса. Домашние. Они обычно диаметром полметра, что-нибудь метр. Их много. У меня в квартире три штуки. Значит, это самое. И на дорогах. На дорогах это обычно на сотни метров. И на этих местах происходит авария. И, так называемые, аллеи цветов. Когда слева-справа, так сказать, захоронение, там, цветы, леньки и так далее. Тут недавно, я-то сам, Нургалиев страдал, что 4 миллиарда рублей в год мы теряем вот на этих авариях. Не считая, так сказать, жизнь. Зачем, значит, это самое предсказание землетрясения? Так, уважаемые товарищи сидящие ряды, вы мне мешаете. Давайте. Со студентами у меня отношения совсем другие в этом плане. Вот. Значит, так что, пожалуйста, потерпите. Вот, значит, птицы, звери там и всякая прочая жидкость за несколько суток убегают с этого места. Значит, звучание есть. Они чувствуют это. То же самое с Вулканом. Поэтому возникла целесообразность придумать способ, который инструментально позволит обнаружить этих геопатогенных зон. Такой способ нашелся. Он оказался очень простым. Если взять лазер и посмотреть, как он ведет себя над такими зонами, над такими потоками, он искривляется, как консольно закрепленная палка. Так же, как если на палку будет путь обычный ветер, то она будет изгибаться по парабре. Значит, вот. Ну и то же самое оказалось с лазером. Поэтому мы несколько лет имели вот такую оптическую скамью. Тяжелую довольно. Килограмм 100 весов. Значит, гранитную. Значит, на ней мы все это пробовали эфирный ветер. Мы взяли массу всяких записей и так далее. Вот. Заодно тогда я разыскал все работы по импермуметру, которые перевел на русский язык. Впервые я их заодно обнаружил, что все умники, которые знают, что Байкинсот не получил ничего, в руках не держали этих работ. Потому что на всех карточках во всех центральных библиотеках нет отметки о том, что они брали эти книги. За последние 50 лет. Просто никто их не брал. Их никогда не было на русском языке. Но все знают, что он ничего не получил. Понимаете? Ничего не получил. Потому что по многим причинам. Забыли включить там, понимаете. Значит, ну мало чего. Там по таким причинам. Разные причины. Вот когда получили, это ну да. А ничего не получили. Вы меня извините. Ну у нас во всем ключевом языке написано, что раз ничего не получили, то и не было. Но встал вопрос о создании полевого прибора. Вот первый макет. Первый макет. Вот он. Который. На базе которого... Это макет. Которого можно создать экспериментальный образец. Над чем сейчас я работаю. Потому что, несмотря на то, что он тоже показывает, здесь все можно рассказывать, он очень, он очень неудобен. Неудобен он велик. Значит, он нестабилен. Значит, здесь плохо закреплен лазер. Здесь плохо закреплены зеркала. Значит, здесь лазерная лучь проходит многократное отражение. Сейчас найдены другие зеркала, присвесленные, с помощью которых можно его сократить в два раза. Ну и сделать все это дело более устойчиво. Над этим сейчас работаем. Вот. Но тем не менее, это первый макет, который хоть показать можно, в каком направлении это можно сделать. Имеются нейтрализаторы. Вот это нейтрализаторы на шоссейных дорог. Значит, каждый из них разбрасывает... Это проволока, наверное. Каждый из них разбрасывает излучение, которое вот упорядоченное излучение идет вот так. Проходя сквозь вот это решето, оно разбрасывается примерно на радиусе метра два-три. Поэтому на шоссейной дороге, там, где вот такие зоны есть, надо укладывать одну такую штуку на примерно четыре квадратных метра. А для домашних это все сделано гораздо проще. Трестоненькая, тонкая проволока. Она тоже примерно на полтора-два метра. Но, как правило, домашняя более слабая. А там он серьезно. Поэтому возникает такая технология. Надо бы с помощью вот такого прибора или рамка, значит, обновлять эти зоны. И там, где нужно, надо укладывать вот такие нейтрализаторы, которые сделать можно довольно просто. Вообще нейтрализаторов сейчас существует, ну, какое-то количество. Есть 7х7, что это называется. Это вот такой сенький прямоугольничек, значит, керамический, в котором, как я объяснял один из его пропагандистов, есть спираль, там есть платья, есть золото и все такое. И вообще стоит он 4000 рублей. Значит, у меня в кармане в это время лежал вот этот нейтрализатор, который я торговал за 50 рублей, потому что ввечер я могу создать только, сделать не больше 10 штук. Это все-таки требует, там, надо проволоку отмотать, надо ее смотать, надо в конверс засунуть, там, ну, короче, 10 штук. Поскольку я все-таки доктор, ученический, новый профессор, я оценил свои труды, ввечер 500 рублей. Ну, 10 штук, значит, вот отчет 200 без стоимости 50 рублей. На самом деле это все очень дешево, это очень просто, и все это можно сделать. Поэтому докладываю, что эфир и динамика прошла не только этап возникновения, так сказать, идей, этап становления, этап создания теории, но она вышла на создание прикладных технологий. Вот это и есть одна технология. Таких разных технологий в разных уровнях, сейчас можно уже насчитать тех, которые готовы к проработке и внедрению, ну, 5-6, пожалуй, 5-6. Ну, разное, значит, ну, в том числе и энергетическое. Ну, некоторые, так сказать, не опишевываются. Вот, поэтому, ну, чего поэтому, поэтому вперед и выше. Все. Я готов ответить на вопросы. Так, товарищи, ради бога, вопрос. Пусть, ребята, конечно, только погромче. А, значит, в метро продаются указки с краской. Это и есть лазерный лод, который должен отрасли? Совершенно верно. Здесь стоит светодиод от китайской указки. Вот, они недавно стоили 30 рублей, но по-моему, что это 50 или даже 100. Не бог есть какая-то цена. Так, слушай, Ваня, только погромче, говорит бог. Физика взаимодействия и нейтрализация. Физика взаимодействия очень простая. Понимаете, если мы положили, или как раньше рекомендовалось, зеркало подкрывать его металлового удуты, то оно просто отражает, и не просто отражает, оно составляет изгибаться, и оно... Здесь, это типа дуршлага, это дуршлаг. Когда оно не отражает, а позволяет пройти сюда, но цепляется за края, создаются, ну, я так представляю, создаются такие лептончики, которые во все стороны, с большой скоростью расходят, и разбрасывают всю эту струю вокруг. Если вы положили эту штуку, и тут же ее убрали, значит, вы положили, зона уходит сразу. Но если вы ее убрали, она восстанавливается секунд через, там, 15-20. Если она приближит час, восстановление будет... Значит, восстановление будет сутки, через сутки. Восстанавливается в сутки. Поэтому она должна лежать там спокойно, и, так сказать, кому не мешать, и ради бога. То, что, значит, снизу ясно из того, что если вы положили на ящице, внизу все остается, а наверху все исчезает. Поэтому, значит, все остальное требует исследований. Я хочу сказать больше. Ребята, мы об этом направлении знаем очень мало. Очень мало. И по эфирным технологиям, и по эфирным делам тоже мало. Я занимаюсь этим больше 50 лет, провел кучу экспериментов, изглазил все в Черном море, и дадари, и чем больше я с этим делом возился, тем больше у меня возникает вопросов, ну, это, наверное, так оно и должно быть, как во всяком деле. Над таким вопросом, как работает обыкновенный трансформатор, я проходил 5 лет, пока понял, как трансформатор обыкновенный работает. Понимаете? Потому что то, что написано, не вскрывает физики его работы. Вот я немножко докопался. Думаю, что не полностью. Как вы относитесь к нейтрализатору актива? Камы сели? А вот я как раз и сказал, что, значит, тут по телементу выступал какой-то гражданин, который, я не знаю, случайно, я случайно видел, который сказал, я его, может, не видел больше, только пожилой, веселой, дядька, значит, который сказал, что из всех нейтрализаторов, которые они просмотрели, нейтрализаторы, от Суповского на Недуши. Значит, ну, я потом ничего не знал, что наилучше. Вот, значит, гамма-сиен, это вот тот самый квадратик, про который я рассказал. Что, значит, он работает, ну, он работает, но похоже, что он работает все-таки хуже, а стоит он все-таки значительно дороже. То есть, ради Бога. Но, короче говоря, можно сделать эту штуку самому. В чем неудобство здесь? Вам нужно на откажение нейтрализатора потратить 50 грамм провод. Вам с удовольствием продадут килограммовую катушку, но 50 грамм никогда. Ну, понимаете, какая история. Как сделать? Очень просто. Отматываете на пол 50, от 50 до 100 метров этой тонкой проволоки, сжимаете все в комок, хаотически, перематываете по-всякому, чтобы структурой не был хаос, засовываете в любой бумажный журнал, вот вам и все. И кладете под кровать, и там куда-нибудь. Понимаете, какая история. Здесь вы работаете с патогенными зонами. А медитация и молитва являются зонами положительной. Не пробовали вы именно, скажем, воздействие этих структурных зонок вот именно на патогенную зону? Вы понимаете, я ни медитацией, ни молитвами не занимаюсь. Я абсолютный атеист и ищу фичку. Нет, это физика. Это как раз физика. Я не использую, но это не по моей части. Это не по моей части. Вот здесь выступал Медон Атанстасенко, да? Но это по-моему, к нему. Вот с него дойдет и в общем-то. Так. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать в этих же целях ну, подложен проволочную пирамиду? О чем речь когда-то? Я не знаю. Не пробовал. Нет, понимаете, что я стою? То, что пробовал и то, что вот я могу так сказать и рекомендовать, это да. Это я не пробовал. Я вам более того скажу. Студенты, которым я показывал это дело во дворе значит, вот нашего университета, вышли, посмотрели, вот, да, вот я убираю все через почечку. Они говорят, а вот у нас ваш учебник есть. Давайте положим учебник. Ну, давайте положим. Положили. Он убрал зону. После чего стало ясно, что можно убирать зоны не только проволоким, например, моим учебникам, а вообще, говоря, любыми старыми журталами. Старыми журталами. Они тоже убирают. Насколько они окажутся стабильными, насколько их хватит, это я не знаю. Вообще говоря, здесь на каждом шагу нужно проводить исследования. Не надо лопать крыльями, что аха, какие достижения. Не надо относиться к этому приобрели жизни. Это и есть направление работы, которое может обещать. того, много всего. Нужно ли замокать концы? Нет, не нужно, не обязательно. Можете набрать любые отрезки, куски. Он работает боковушками. Так что, поле просто... Оно проходит. Оно проходит. Поток проходит. Завихряется здесь. Здесь трение есть. Здесь трение. Это он сам Гер. У него есть мяскость. Ну вот, мяскость не большая, но она есть. Значит, и отсюда высыпается громадок. Знаете, как мыльный пузырь пускать? В большом количестве. Во все стороны разлетаются и убирают всю вот эту структуру. Можно ли вы продемонстрировали здесь с помощью рамок найти патогенные зоны? С помощью рамок я могу найти. Понимаете, вы его это самое? И они не обязательно все. Сейчас неизвестно, где они. Я думаю, что это очень. Этим надо заниматься, на это уйдет время. Теперь, этот прибор использовать сейчас нельзя, потому что на него, так сказать, им надо очень аккуратно. Понимаете? Это еще... Это макет. Первый макет. Вот когда будет образец сделан уже такой, который придет испытание, ну, другое дело.